Управление Министерства юстиции России в Тверской области подвело итоги года. Участие в итоговой коллегии приняли председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев и заместитель спикера парламента Александр Клиновский. Руководитель управления Евгений Орловский сразу настроил коллег на то, что с этого года Министерство юстиции состоит из центрального аппарата и территориальных органов. Сейчас на повестке дня есть ряд вопросов, которые мы бы хотели актуализировать. Прежде всего, это наделение нашего управления правом законодательной инициативы. Мы считаем, что, коль скоро имеем дело непосредственно с правовыми актами, с ежедневной скрупулезной работой над ними, это было бы эффективным средством помощи региону для обеспечения единства правопространства. В Тверском управлении Минюст России считают, что в целом законодательство, сформированное в регионе, отвечает всем потребностям времени и ситуации. В минувшем году парламентариям региона было принято 90 нормативно-правовых актов. Все без замечаний. Что говорит о тесной работе Минюст и парламентариев, считает спикер парламента региона Сергей Голубев. Одним из основных направлений совместной работы в этой связи Сергей Голубев назвал формирование принятия уставов новых муниципальных образований, которые преобразовываются в округа. В этом году, как я уже сказал, эта история будет продолжена. У нас порядка пяти, может быть, шести муниципальных образований идут в пути преобразования. Вот уже первый законопроект поступил. Многие из вас знают, что мы их обычно принимаем в марте-апреле, для того, чтобы на единый день голосования это все попадало. Вот сейчас уже первый законопроект внесен в Фировский район. Так что наша совместная работа в этом направлении будет продолжена. Еще одним важным направлением совместной работы специалистов Министерства юстиции и депутатского корпуса региона названо формирование общества правовой культуры уважения к законам. Обращает на себя внимание проблема отсутствия юридической грамотности граждан. Поэтому идея создания на территории региона государственного юридического бюро, безусловно, будет поддержана законодательным собранием. Сергей Голубев не исключил, что в бюджете региона будут увеличены средства на бесплатную юридическую помощь. При этом появляется еще одна задача – сделать так, чтобы люди знали, что могут юридическую помощь получить бесплатно. И второй момент – чтобы она оказывалась квалифицированными специалистами. В свою очередь заместитель спикера Александр Клиновский отметил, что в небольших районах области не так много дипломированных юристов, которые могли бы оказывать такую бесплатную помощь людям. Я хотел бы, чтобы действительно от вашей службы кого-то пригласить, чтобы вы с нами сидели, просто на месте посмотреть, как вот эти решаются вопросы именно с бесплатной юридической помощью. Потому что задают вопросы люди. Я вот начал просто, конкретно еще раз говорю, жарки, это просто у нас было вот две недели назад. Я встречаюсь там даже с депутатским корпусом. Начали разговаривать про бесплатную юридическую помощь, а у них там приехали как раз жители Украины, именно жители Украины. Они говорят, а куда обращаться? В Министерстве юстиции идею восприняли положительно. Один из вопросов упрощения порядка получения бесплатной юридической помощи. К примеру, малоимущим гражданам, прежде чем получить консультацию или помощь юриста, нужно сначала обратиться в органы социальной защиты за подтверждением статуса малоимущего. В завершение работы коллеги Сергей Голубев от имени законодательного собрания наградил наиболее отличившихся сотрудников Тверского управления Министерства юстиции по итогам минувшего года.